МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушать и слышать! Директор Кобринского опытного лесхоза Александр Кулик из опыта жизни вынес, что именно из внимательного изучения ситуации и уважительного отношения к человеку начинается успешность всего коллектива. Добрый день! Добрый день! Так, что тут у нас осталось? Потихоньку работаем. Да, и когда? Когда на линию, потому что техника не должна долго в ремонте стоять. Она должна только... По часу два дня и поедем. Да, легкое техобслуживание, по запчастям вопросов нет. Вопросы у них какие. Все вовремя привозят, без проблем. Ну, хорошо. Все, тогда успехов. Какие тут нам надо еще доделать вопросы? Вот так, к техосмотру немножко еще подкрасить. Ну, все, вперед. Так мы в основном... Ага. Ничего такого серьезного нет. Ясно. То есть чисто техобслуживание, да, и подготовка к техосмотру. Техосмотр и вперед. Лес – это для меня, как работника лесного хозяйства и просто человек – это жизнь. Потому что я сам вырос в лесном крае, в Могилевской области, в Глузском районе. Среди лесов, болот, лесистость моей родины 67%. И уже 30 лет работаю в Кобринском опытном лесхозе. Начиная с мастера леса в далеком 90-м году и с 2001 года руководителем данного лесохозяйственного учреждения. Лесное хозяйство – сфера, насколько привлекательная, настолько непростая. Многосторонняя, конечно, это в первую очередь выращивание, охрана и защита лесов с целью получить древесину и другие продукты леса. Добрый день. Как у нас, Павел Александрович, обстановка лесопатологическая? У нас обстановка посадков, которые произошли у нас в Буреломе, они многочисленные. Одиночные, да? Одиночные, да. Хорошо, держите на контроле. Анастасия Алексеевна, что у нас с посадками завершено? Все, да? Да, да. Все планы выполнены по посадкам, по посевам. Дополнение, все? Дополнение, да, мы даже перепосил. Ну, давайте тогда на питомнике, сейчас основной объем работ надо на питомнике, посевное, школьное отделение. Поэтому мы где-то сегодня-завтра побудем, там посмотрим вместе. Добрый день. Как, Светлана Алексеевна, наши экономические показатели? Готовим. Готовите, да? Еще не подвели итоги. Плату сводим. Ну, а прогноз? Все будет замечательно. Выйдем на все параметры. Что у нас с ценами, Ольга Леонтьевна, много вопросов поступает, что цены выросли в целом на пилопродукцию, на лесоматериалы. Для населения мы как-то регулируем их, да? Да, все в рамках закона. Да, ну и для населения надо 5-10% рентабельности, больше не надо. Хорошо. Кобринский опытный лесхоз включает в себя 10 структурных подразделений, 7 лесничеств, лесопитомник, цех, переработка древесины и лесопункт. Образован в 1939 году, компактно разместился на территории Брестского, Жабенковского, Малорицкого и Кобринского районов. Кобринский район доминирует. Общая территория – более 73 тысяч гектаров. Это считается немного, но зато лесхоз сумел наладить такую хозяйственную деятельность, которая во многом выгодно отличает его. По отгрузке на внутренний рынок, какой процент у нас на сегодня? Мы идем по графике. 13%, да? Ежедневный контроль качества, чтобы не было нарыканий со стороны наших покупателей. Ежедневно докладывать главному инженеру или мне лично. В структуре лесхоза особый статус имеет Засимовский лесопитомник. 14 лет подряд ему присваивается звание образцового. Кстати, в системе Министерства лесного хозяйства действуют 78 постоянных лесных питомников, но только единицам удается подтверждать статус образцового. Площадь питомника 12,7 гектара, на которых взращивается 7 лесообразующих пород и 54 породы декоративных кустарников и декоративных саженцев. На питомнике выращивается порядка 3 миллионов сеянцев и порядка 300 тысяч саженцев декоративных кустарников и деревьев. Реализация саженцев идет населению, как населению, так и юридическим лицам. Основная порода, которую покупают люди для озеленения себе, это туя сморакт, туя глобоза, туя рентголд, туя евроголд. Ну и у нас очень большой ассортимент кустарников, которые тоже население достаточно в больших количествах покупают для озеленения своих участков. На питомнике 7 теплит в 4 выращиваются сеянцы в закрытом грунте, одна отведена под выращивание сеянцев с закрытой корневой системой, еще одна под разведение декоративных саженцев. Это где идет черенкование, потому как если сосна, ель, липа, дубка, штан, лиственница высеваются из семян, декоративные кустарники вырастают из черенков. Работа в питомнике не сезонная, постоянная так. Черенки ранневесной заготавливаются на участке со взрослыми кустарниками. Это маточное отделение и складывается в ледник на хранение. После режутся и закладываются в теплицах. У нас есть маточное отделение, которое на данный момент составляет полгектара. Там находятся у нас на маточнике 53 вида декоративной породы, из которой мы берем заготовку черенков для дальнейшего черенкования, размножения, выращивания. На питомнике также есть две площадки. Одна площадка доращивания у нас, она у нас 0,4 гектара. И одна площадка у нас для реализации посадочного материала, тоже непосредственно для физлиц, которые приезжают и покупают саженцу. Айва, барбарис, бересклет, вейгела, гортензия, жимолость, зверовой кустарниковый, магнулия, спирея, форзиция, множество видов туи и можжевельников. Сегодня здесь вам предложат более полусотни видов растений для декоративного озеленения. У нас есть еще плантация голубики, заложена на площади 30 соток или 0,3 гектара. Создана плантация тоже для заготовки черенков, для размножения у себя на питомнике. 21 год, как Кобринский лесос в статусе опытного, здесь опробируют и внедряют новые разработки, а также экспериментируют по своей инициативе и делятся результатами по опытным объектам. Это звание получить и удерживать довольно сложно, то есть надо каждый год подтверждать это, и мы достойно это делаем. Как оно достигается? Это совместная работа с научными учреждениями, и динамичное развитие предприятия, начиная от питомничьего хозяйства и заканчивая лесозаготовки, деревообработка, обеспечения предприятий области республики нашей продукции. Это имеется в виду и круглые лесоматериалы, и пиломатериалы, поэтому это наш ежедневный труд. Промышленная деятельность в общем объеме производства Кобринского лесхоза имеет значительный удельный вес. В нее входят лесозаготовка, вывозка, первичная и углубленная переработка древесины и реализация продукции. Полный цикл производства позволяет значительно снизить затраты на выпуск продукции и наиболее эффективно использовать древесное сырье, максимально исключая отходы производства. Производственной результативности содействует обновление материально-технической базы, начиная с этапа лесозаготовки. На лесосечных работах и вывозке задействован современный комплекс лесозаготовительной техники «Харвестеры» и «Фарвардеры». Обеспечивается высокое качество рубки, повышен уровень техники безопасности. Часть заготовленной древесины отправляется на внутренний рынок, на деревообрабатывающие предприятия, а часть в собственный Дивинский цех переработки древесины. На Дивинский цех переработки древесины в основном перерабатываем мягколистные и хвойные породы древесины. Она приводится сюда на склад из лесничества Кобринского опытного лесхоза. В основном ассортимент у нас хвойные и мягколистные породы. Лесфонд мягколистных породов составляет 70% от общего лесфонда по лесхозу. Иван Владимирович знакомит с производственным процессом переработки древесины здесь, на складу. Древесина, которая поступила со всех лесничеств лесхоза, рассортировывается по ассортиментам, то есть по диаметрам. Загрузка на тележку, затем выгрузка на эстакаду и путь на распиловку. Основной лес порода ольха, древесина, которая перерабатывается как на экспорт, так и на внутренний рынок. В основном, вот вы видели загрузка тележки, она пойдет на лесопильный цех, на лесорамы и будет распиливаться на необрезной брус и доску, которую одружаем на экспорт. За прошлый месяц мы одрузили где-то 300 кубов этой необрезной ольхи. Ну, мы называем три основных цеха. Лесопильный, где лесопильная рама и линия, Мэбур новая, славянская, которая перерабатывает круглый лес. Тарный цех, где перерабатывают тоже ленточно-пильные станки и старая брутполовская линия. И цех по окорке древесины. Продукты лесопильного цеха – обрезные и необрезные пиломатериалы. Ну, эта линия, которая это Мэбур, это уже конечный результат. Выход готовой продукции. Выход готовой продукции, которая пакетируется в пакеты, рассортировывается по толщинам, диаметрам и готовится на одрузку. Мы видели ольху, когда загружали, а вот эта продукция уже получилась при пилении на лесопильной раме ольхао. Это ольхао штабельо, такой большой, на экспорт. Кроме обрезной и необрезной доски в ассортименте продукции цеха переработки древесины и также балки, стропила, доски сороковки – все, что в строительстве пользуется спросом. Перерабатываем хвойные породы, которые и сырье для окорки кола, то есть мелкотоварное сырье, которое вот тут лежит. С него делаем кола корен, это опять в цеху по окорке древесины. Еще у нас есть сушилка, выпускаем поганажные изделия, то есть заготовки, блокхаус, имитация, обшивка, строганные изделия. Особое внимание обеспечению потребностей населения. Мы находимся на входе в тарный цех, где проходит распиловка на ленточнопильных станках, которые пилят, как обычно в народе говорят, балки стропила, это на внутренний рынок для населения, для строительства, именно балки стропила. Все заказы по населению 100% исполняются. Также объем для населения, звенья заборные выпускаем, щиты заборные как бы для реализации. Я хочу сказать, что в целом лесная отрасль получила такой толчок, динамичное развитие с 2006 года, когда президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко посещал Ивацевич. И там было такое большое совещание, большой такой был поставлен план развития лесной отрасли. Вот с того времени, я бы сказал, получилось динамичное такое, более ускоренное развитие. Это по всем направлениям развития. И лесная отрасль потянула за собой другие отрасли. Что я имею в виду? Машиностроение. Вы видите комплекс машин, это белорусского производства. Единицы имеются, конечно, импортного производства. Государственный подход, масштабное понимание ситуации. Видеть большое в малом, к примеру, в том же питомнике, ежегодный анализ плодородия почв и выхода посадочного материала. Потому как самая прогрессивная технология будет неэффективной, а качество посадочного материала не оправдает надежд, если почва в питомнике потеряет плодородие. Также рискованно увлекаться какой-то одной технологией. Александр Кулик с благодарностью вспоминает людей, у которых учился опыту лесного хозяйствования. Пройдя, по сути, все его ступени начинал мастером, продолжил помощником лесничего и лесничим. Далее – должности главного инженера, директора Кобринского лесхоза и заместителя министра лесного хозяйства Беларуси. После определенного времени вернулся вставший родным лесхоз. Основные направления хозяйственной политики – прибыль вкладывать в развитие, в создание новых рабочих мест и в достойную зарплату. Как итог, в коллективе – минимальная текучесть кадров. Люди дорожат работой. Чем лучше работаешь, тем больше зарплата. Больше выработка, больше зарплата. В цеху по переработке древесины Леонид Смехович трудится 33-й год. Устроился, как только новое предприятие в Дивине начинало работать. Работал раскрыжовщиком, сейчас станочник. Сейчас производство просто увеличилось в объеме. И все, людей больше стало. Когда-то было меньше людей. Сейчас уже до 100 человек доходит. Молодых много пришло. Все, уже старых таких нет. С которыми я начинал уже нет практически. В основном молодежь. Из нового поколения Андрей Сытько, также из местных, трудится Андрей Владимирович в цеху по производству сельскохозяйственного кола, точнее виноградного на экспорт. Производством его дружно занимаются 4 человека. Пять лет я работаю, как бы ни на что мы не жалуемся. Ну, с каждым годом зарплата вырастает, все нормально. Я затачиваю. Ну, как бы, если человек уходит в отпуск, я заменяю его. Ну, тут подменно все. Как бы, каждый умеет на любом месте работать. Взаимозаменяемость. Выйти нормально? Да. Все отлично. Сами заметили, что тут происходит. Раньше мы на старом месте работали, там было не такие условия. Тут вентиляция. Ну, все, спиной, истакада другая. Лучше, чем было. Что же до того, что Дивин все-таки глубинка, несмотря на свою природную и социальную привлекательность, свой взгляд, своя позиция. Хорошо, спокойно. Ну, кто-то любит город, кто-то нет. У каждого свои интересы. Зато много поездил по свету и много где работал, благодаря чему есть возможность сравнивать Сергей Жукович. Но вернулся в родные края и трудится в цеху. А как давно вы здесь работаете? Ну, сейчас будет пять лет. Ну, где я только до этого не работал. И на стройке работал, и много где работал. Но восстановился здесь. Сергей Владимирович – оператор. Управляет современной высокоскоростной и высокопроизводительной линией пиления на обрезные пиломатериалы. Чем заслуженно и гордится. Я станочник четвертого разряда. Работаю сейчас оператором новой линии. Управление всей линией. То есть подача сырья, управление, слежение за станками, работа, включение и выключение всех подающих трансплантеров. За эти пять лет мы тут разрослись очень даже неплохо. Если сразу это был один цех, и тут цех по цилиндровке вот слева, то сейчас это масштабнее намного, конечно. Первый год зарплата была так себе, потому что ты все-таки первый год работаешь. Потом по нарастающим и зарплаты примерно там рублей 500-600. Ну, доросли мы, вот зарплата сейчас у меня 1700. Отмечают, что хороший коллектив. Люди друг друга знают и стараются трудиться так, чтобы один другого не подводить. Да, все местные. Тоже много кто-то ездил где-то заработать копейку, кто-то это. Люди остановились и работали. Вот так, не надо никуда ехать, правда. Ну, слава Богу, что есть такое производство. В прошлом году 2,5 миллиона долларов на экспорте заработали. И эти деньги идут в инвестиции, в дальнейшее развитие. Без инвестиций нет будущего. Поэтому мы и направляем финансовые средства в развитие отрасли. Начиная, опять же, от лесовыращивания и охраны леса, это наша основная функция, до деревообработки и углубленной деревообработки. В перспективе введение в действие пеллетного цеха, строительство которого сейчас активно ведется. Что это нам даст? Все думают, что пеллетное производство это ради галочки. У нас остается после деревообработки невостребованный ресурс. Это имеется в виду опилки и древесная щепа. С помощью вот этого производства оно все сушится, производятся пеллетные гранулы, и все 100% идет на экспорт. Вот этот щепа и там опилки, которые получаются в перераспиловке, будем использовать до 70% на этот пеллетный цех. То есть, считая из той продукции, которая не востребована с добавочной стоимостью выпускать будет. Это конечная линия, когда опилки сортируются в прицеп, отходы деревообработки на вырубительной машине рубятся в щепу. И вот эти опилки из щепа будут использоваться дальше для выпуска пеллет на строящем пеллетном цеху. Производство цеха по переработке древесины обеспечивает рабочими местами 90 человек. Еще 10 получат работу с введением нового цеха. Лесхоз создал необходимые условия для активного отдыха коллектива, а также других желающих. В лесу на берегу живописного озера Любань отстроен охотничий домик. Для любителей посидеть на берегу с удочкой, поохотиться и просто провести время наедине с природой. Отвести душу имеют возможность любители попариться. В домике уют и современный дизайн. Большая гостиная, оснащенная бытовой техникой, кухня. При этом разумные цены. Как итог, места в охотничьем домике бронируются на месяцы вперед. А еще в Кубринском лесхозе содержат пятнистых оленей. Не ради коммерческих целей, а для красоты и радости. В Петровичское лесничество полюбоваться грациозными животными приезжают туристы, школьники из соседних населенных пунктов. Здесь же на территории лесничества с помощью Жабенковского жилищно-коммунального хозяйства создается экотропа. А пока туристических точек на ней немного, но со временем планируется порядка десяти стоянок. Каждый день в Кубринском опытном лесхозе наполнен, но главным своим делом здесь считают лес беречь и приумножать. Пройдет несколько лет, и эти маленькие росточки, благодаря заботе и уходу, поднимутся над землей к солнцу. А через годы станут большими деревьями, лесом.